Природно-климатические условия на Кубани позволяют выращивать практически все виды плодов и овощей. Развитие личных подсобных хозяйств может позволить выполнение поставленных задач по импортозамещению и снижению зависимости от других стран-поставщиков сельскохозяйственной продукции. А самое главное, даст возможность покупать местным жителям и гостям региона кубанские овощи. Тему продолжат мои коллеги. Сегодня выращиванием овощей в теплицах в нашем крае занимаются как крупные предприятия, так и фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств. Фермер из станицы Анастасиевской построил на своём участке две теплицы из сотового поликарбоната площадью 1500 квадратных метров каждая. В теплицах Олега Чернявского есть на что полюбоваться. Здесь царит вечное лето, где во влажной духоте спеют витамины, без которых и стол не стол, изумрудно-зелёные ростки огурцов. Все, как на подбор, выстроились плотными рядами. Один год теплица огурец, один год теплицы помидор и иногда меняем. То есть в прошлом году мы пробовали чёрный в одном урожае, в другом урожае пробовали красный. Сейчас мы пробуем розовый. Как бы нарабатываем свою статистику, затратную часть и, соответственно, попытаемся выйти на какие-то именно выгодные с точки зрения выращивания культуры. Олег Чернявский считает, что при разумном и бережном отношении к земле теплицы личных подсобных хозяйств в замечательных условиях кубанского климата не только обеспечат потребности края, но и всего юга страны. Вот уж действительно хозяйство личное, а дело государственное. После посещения Запорожья мы были в гостях у фермера, он показал своё хозяйство. Мне показалось это интересным и в качестве бизнеса, и в качестве развития. Потому что я занимался исключительно торговлей, экспортными и импортными операциями. Это как бы налаженные технологии, там ничего нового нет. Здесь всё другое. Организация производства – это гораздо более интересный процесс, более сложный. Здесь и торговля, и производство, и взаимоотношения между людьми – гораздо более серьёзный, более многопланный бизнес. Решил перейти в него. Ну вот уже два года мы непосредственно занимаемся импортозамещением. Субсидия – шаг к развитию и высокой урожайности овощей. Олег Чернявский пока такой возможностью не воспользовался, но в дальнейшем готов принять господдержку. Для поддержки агропромышленного комплекса в нашем крае ежегодно выделяются средства из федерального и краевого бюджетов на субсидирование сельхозпроизводителей. По поручению губернатора, в 2016 году субсидии ЛПХ будут в первую очередь направлены на поддержку молочной и мясной отрасли, тепличного овощеводства и помощь в покупке крупного рогатого скота. Экономика страны будет прирастать личными подсобными хозяйствами. В наших силах сделать так, чтобы кубанцы не забыли вкус полноценного помидора и ароматного настоящего домашнего огурца – даров родной земли, выращенных с душой. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов, программы «События». Субтитры создавал DimaTorzok